Ну, скучаешь. По лесу надо бегать, а сейчас пока сидят. Вместе с боевой подругой Корой Олег Терешкин с нетерпением ждет открытие охотничьего сезона. Впервые серьезное оружие мужчина взял в руки в 8 лет. Тогда он вместе с одноклассником и его отцом впервые пришел в лес с ним по ягоды и грибы. Вот этот день я считаю, что это, так сказать, приобщение меня к охоте. Почему? Потому что мне там и рулье дали, и стрельность дали. Ну, естественно, я этим делом заразился, как улегся. Охота стала главным увлечением жизни, но возводит курок уже 69 лет. Олег Терешкин не ради забавы. Охота – это способ добычи пищи, и в этом, по мнению многих, жестком увлечении мужчины становятся мужчинами. Здесь нет места сожаления, нежностям и невнимательности. Основная, конечно, охота – это водоплавающие. Но так и заяц, и лиса, и енот, и последние годы, когда стала косуля появляться, она косуля, кабан. В общем, все виды охот, которые у нас есть, я охотился. Охота – мужское увлечение. На нее априори не берут женщин. Во-первых, потому что здесь мужчины отдыхают, расслабляются и демонстрируют качество, которое, возможно, представительницам слабого пола видеть и не нужно. А во-вторых, по мнению опытных охотников, женщины обладают особым запахом, который зверь чует издалека и даже близко не подойдет в зону охоты. И если мужчины испокон веков, когда бытчики охотились на дичь, то женщины всегда охотятся на мужчин, используют для этого любые возможности. Модные наряды, высокие каблуки, возможности пластической хирургии. А в последнее время большинство дам устремилось на различные курсы по сексологии, чтобы не только внешне, но и внутренне стать самой-самой. Дома в семье очень проблематично, потому что это четыре стены. И, как правило, мамочки в декрете или женщины, которые бытом погрязли, им очень сложно расширить вот этот кругозор. А здесь мы очень разные. И мы показываем друг другу, как можно быть разными. И как здорово быть разными, многогранными, потому что все-таки это женская природа. В такие школы мужчинам точно вход закрыт. Ведь на подобных практиках женщины наполняются энергией, учатся быть женственными и даже познают секреты из интимной сферы. А еще начинают понимать, что значит мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Несмотря на то, что я замужем, у меня есть ребенок, но мне кажется, что именно в этом пространстве я поняла, что такое быть осознанной женщиной. Я не боюсь брать на себя ответственность. Я не боюсь решать какие-то вопросы в жизни, которые раньше я боялась даже к ним подступиться. Потому что сейчас я понимаю, что во мне есть вот этот женский стержень, вот эта моя сила, которая дает мне возможность двигаться вперед. Для тех, кто не в теме, эти танцы могут показаться странными. Но по мнению практиков, именно в свободном движении женщины открывают чакры, а придя домой могут передать мужчине свою энергию, благодаря которой им хочется творить, достигать, свергать горы и приносить в дом ту самую добычу. Алена Чеплагина, Юрий Погоров, Анна Городецкая, Евгений Молчанов, ОТВ.